Следующий докладчик у нас Адыкедов Сыргазый Манжасарович, академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан, профессор, доктор химических наук, генеральный директор Международного научно-производственного холдинга «Фитохимия». Приглашаем к докладу. Подключайте, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции. Во-первых, позвольте поблагодарить Организационный комитет 17-й Всероссийской научно-практической конференции имени академика Анатолия Юрьевича Барышникова за приглашение на данную конференцию и возможность выступить с докладом на тему растительной метаболиты, потенциальные источники новых противоопухолевых агентов. Актуальность борьбы с раком во всем мире требует изыскания новых соединений с противоопухолевой активностью. Существует два основных подхода, как вы знаете, к отбору соединений, обладающих цитотоксичностью и противоопухолевой активностью. Первый подход – это система направленного поиска, то есть изучаются вещества, синтезированные или выделенные из природного сырья, строение которых предполагает противоопухолевая активность. Второй подход – это так называемый случайный скрининг, при котором с точки зрения возможной активности изучаются все доступные природные и синтетические соединения. Последний метод широко используется в Соединенных Штатах Америки, где в Национальном раковом институте исследуют более 50 тысяч соединений в год. Оба подхода не исключают, а дополняют друг друга. Растения считаются потенциальным источником вторичных метаболитов, представляющих собой возобновляемый материал для разработки новых лекарственных веществ с широким спектром действия. В плане поиска новых перспективных растений, источников биологически активных соединений в Международном научно-производственном холдинге в Казахстане в течение ряда лет проводится систематическое ресурсоведческое химическое изучение растений, произрастающих на территории республики. Во флоре Казахстана произрастает более 6 тысяч видов растений, из них 200 видов являются терпеноид-содержащими, 537 – это алкалоидоносные, 130 видов – это источники фенольных соединений, прежде всего флавоноидов. Нами проведено фитохимическое изучение, 527 видов растений, из которых выделено и идентифицированы более тысячи природных соединений, на их основе синтезировано свыше 2000 новых производных, обладающих биологической активностью. Успешная разработка новых лекарственных средств является сложной задачей, реализация которой возможно лишь в результате проведения многоаспектного, комплексного подхода, включающего химическое изучение растительного сырья, выделения, установления, строения молекул, биологически активных соединений, биоскрининг, доклинические и клинические исследования субстанции, подготовку лабораторного опытно-промышленного регламента, оформление нормативной документации на готовые лекарственные формы. Нами совместно с Казахским и Научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии исследована противопухолевая активность, сумма экстрактивных веществ из растений на белых беспородных мышах, крысах с перевываемыми опухолями саркомой-180, солидной опухоли Эрлиха, лимфосаркомой Плиса, саркомой М1. Результаты, полученные по данному биоскринингу, представлены на данном слайде. Как видно из данного слайда, по результатам биоскрининга определено, что сумма экстрактивных веществ из 21 вида растений ингибирует рост вышеназванных штаммов до 68%. Одновременно мы совместно с лабораторией доктора Джона Бьютлера в Национальном раковом институте Соединенных Штатов Америки проводили скрининг образцов индивидуальных растительных веществ на клеточных культурах опухолевых штаммов. Среди изучаемых нами сесквитерпеновых лактонов гермокранового типа следует отметить арголит, представленный на данном слайде под номером 1, стезолицин, это третья структурная формула, стезолин, четвертая формула, ханхелин, это пятая структурная формула, представленная на данном слайде. Сесквитерпеновый лактон гермокрановой структуры арголит из полы негладкой и его эпоксипроизводные проявляют высокую цитотоксичность. Цитотоксичность в отношении клеток гепатоцеллюлярной карциномы гермокранолит стезолицин из стезолефуса бальзамического, произрастающего в Южном Казахстане, на 60% сдерживают рост лимфосаркомы Плиса, саркомы 180, саркомы 37. Гермокранолит стезолин из стезолефуса бальзамического проявляет выраженную противопухолевую активность в отношении саркомы 180. Другой гермокрановый цитотоксичность и терпеновый лактон ханхелин выделенный из тысячелистника благородного эффективно ингибирует рост карциномы ГРН, альвеолярного рака печени и лимфосаркомы Плиса на 76-89%. Цесковый терпеновый лактон, эвдесмановые структуры альфа-сантанин, представленные на данном слайде, это структурная формула 6, содержится более чем в 20 видах полыни. То есть имеется доступная сырьевая база для выделения данного химического материала. Основным источником для производства субстанции альфа-сантанина является полынь цитварная, имеющая промышленные запасы сырья в Казахстане. Синтезированные на основе альфа-сантанина 11-13-дегидросантанин, это 9-я структурная формула, и его производная альфа-сантанин, это 10-я структурная формула, проявили высокую противопухолевую активность в отношении 12 штаммов перевиваемых опухолей. При этом противопухолевая активность синтезированных соединений выше почти в 3 раза, чем у исходного сесквитерпенового лактона, то есть самого сантанина. Введение в структуру альфа-сантанина, как представлено на данном слайде, экзаметиленовой группы положения 11 с образованием альфа-метилен-гамма-лактонной функции и введение в лактонный цикл алильного фрагмента повышают противопухолевую активность полученных производных. Среди изученных двоянолидов, то есть сесквитерпеновых лактонов гвояновой структуры, высокой противопухолевой активностью обладает арглобин, грозгемин, эстафиатин и их модифицированной производной. На данном слайде представлены результаты химической модификации доступного сесквитерпенового лактона гвояновой структуры арглобина, которую мы получаем из полыни гладкой эндемичного вида растений. Изучение противопухолевой активности арглобина и его производных свидетельствует об ингибирующем действии в отношении штаммов восьми перевиваемых опухолей. Так, бета-эпоксия арглобин ингибирует рост саркомы 45 до 88%, альвеолярного рака печени, лимфосаркомы плиста и рака молочной железы до 72%, а хлоргидрин производная арглобина сдерживает рост саркомы 45, саркомы M1, лимфосаркомы плиста устойчивы к проспедину до 71%. Гвоенолит Гросгемин и его модифицированные производные представлены на данном слайде. Это 13-морфолин Гросгемин 17-я структурная формула и 8-ацетил Гросгемин это 18-я структурная формула ингибирует рост штаммов саркомы 45, корцино-саркома локера, саркома M1, лимфосаркомы плиста устойчивого к проспедину. При этом Гросгемин оказался сравнительно активным в отношении лимфосаркомы плиста и альвеолярного рака печени, чем его ацетил и морфолин производные. Выраженный эффект воздействия на лейкоз П388 установлено у морфолин производного Гросгемина. Изучение противоопухолевой активности гвоенолида эстафиотина и его производных на 7 перевиваемых опухолевых штаммах и 2 видах лейкемии показало, что трансформация эпоксидного цикла в структуре эстафиотина в кетогруппу повышает ингибирующие действия кетопроизводного в отношении лимфосаркомы плиста и саркомы 183 раза по сравнению с исходным эстафиотином. Трансформация эпоксидного цикла как представлено на данном слайде в гидроксильную группу при третьем углеродном атоме повышает противоопухолевую активность синтезированного производного в отношении лимфосаркомы плиста почти в 4 раза. При наличии молекули сопряженного 3 кета 4 метиленового фрагмента активность данного производного в отношении саркомы 180 лейкемии 388 L1210 саркомы 45 резистентный 5 второго цилу повышается почти в 3 раза по сравнению с действием исходной молекулы. Таким образом по результатам изучения сэсквитерпеновых лактонов и их производных на противоопухолевую активность можно сделать вывод, что наличие в молекуле исследуемых соединений таких алкилирующих центров, как альфа-метилен гамма-лактон, альфа-бета-ненасыщенная кетогруппа, эпоксидный цикл, а также гидроксильные функции атомов галлоида способствует ингибированию роста опухолевых штаммов. Цитотоксичность и противоопухолевые действия сэсквитерпеновых гамма-лактонов и их производных связаны с их взаимодействием прежде всего с топоизомеразами 1,2, форнизилтрансферазой и следовательно ингибированием метозоопухолевых клеток. Выявлено, что цитотоксичность у изучаемых нами образцов флавоноидов в отношении опухолевых клеток возрастает с увеличением количества гидроксильных групп в структуре флавоноидов. Как показано вот на данном слайде, соединение с одной гидроксильной группой не обладает цитотоксичностью, а молекулы с тремя и более гидроксильными функциями, как опигенин, это 25-я структура, дигидрокверцитин, 26-я структурная формула, проявляет сравнительно высокую цитотоксичность, что связано с их способностью взаимодействовать с тубулином, в результате чего изменяется конформация молекул и нарушается методическое деление клеток. По механизму антинеопластического действия флавоноидов важным фактором является способность молекул данных соединений снижать активность цитоплазматической и митохондриальной аденозин-3-фосфатазы, в результате которого в клетках создается дефицит аденозин-дифосфата и неорганического фосфата, что оказывает ингибирующее действие на гликолиз. В наших лабораториях проводится химическое и фармакологическое изучение 537 видов алкалоидоносных растений. Одним из сильных цитотоксических и антиликемических средств является алкалоид майтанзин, представлен на данном слайде, это формула структурная 27-ая, выделены из эндемичного кустарника, произрастающего вихиопии, путерликия вирукоза. Применение данного средства на практике затруднено из-за малой доступности данного алкалоида. Поэтому в настоящее время активно проводятся разработки по синтезу его молекулы. Мы также у себя в лаборатории проводим работы по изучению подходов к синтезу молекулы данного алкалоида. Сильным цитостатиком и ингибитором роста опухоли является также алкалоид компотоцицин из коры и корни эндемичного растения компотоцием акуминаты. В настоящее время исследуются возможности полного синтеза также молекулы данного алкалоида. Одним из вариантов синтеза молекулы майтанзина и компотоцицина на наш взгляд является разработка синтетического пути на основе индольного алкалоида гармина содержание которого в сырье гармала обыкновенной составляет более одного процента. И эксплуатационные запасы гармала обыкновенной в Южном Казахстане превышает 1900 тонн, то есть порядка 2000 тонн с объемом ежегодной заготовки 380 тонн воздушно-сухого сырья с площади более 10 тысяч гектаров. По результатам исследований наших исследований образцов алкалоидов в условиях инвитра в отношении личинок морских рачков выявлено, что выраженной цитотоксичностью обладает гармин и его производной вызывая гибель личинок до 77%. Основным достижением проведенных нами экспериментальных работ является разработка на основе сэсквитерпенов лактона выделенного из эндемичного растения полыни гладкой нового оригинального противоплевого препарата Арглабин, который прошел все три фазы клинических испытаний и в том числе в российском онкологическом центре и в настоящее время выпускается на Карагандинском фармацевтическом заводе. Я хотел бы пользуясь случаем поблагодарить коллектив российского онкологического центра за постоянную помощь, которая нам оказывается по проведению совместных работ в плане изыскания новых противопухолевых средств из растений. Прежде всего я хотел бы отметить особый вклад академика Барышникова Анатолия Юрьевича. Благодаря Анатолию Юрьевичу, если вы помните, в 2005 году мы провели совместный симпозиум по применению арглабина в клинической практике на базе Российского онкологического центра. Также пользуясь случаем хотел поблагодарить профессоров Людмилу Валентину Манзю, Адольфа Адольфовича Вайнсон, Сергея Ивановича Ткачева, Станислав Михайлович Иванова, которые принимали активное участие в изучении нового противопухолевого препарата арглабин. Следует отметить, что оригинальный противопухолевый препарат арглабин в настоящее время применяется в крупных онкологических центрах дальнего и ближнего зарубежья во всех онкологических клиниках Казахстана. Данным препаратом пролечено более 3600 онкологических больных и положительный эффект в клинике составил 76% по шкале Корновского. Препарат в данное время зарегистрирован в Российской Федерации в республиках Казахстан Беларусь Узбекистан Таджикистан Киргизии и Грузии. И настоящее время препарат арглабин активно изучается в онкологическом центре Батхайбруна Германии в клинике М.Д. Андерсон Соединенные Штаты Америки в Кьюстоне. Таким образом результаты проведенных нами экспериментов свидетельствуют что растительные терпиноиды алкалоиды и флавоноиды являются потенциальными источниками для разработки оригинальных лекарственных препаратов способных селективно ингибировать рост опухолевых штаммов. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...